Когда мы заходим в океанариум, мы сразу оказываемся в толще воды. На нас с огромного экрана, как живые, выплывают гиганты моря, серые киты и касатки. Перед нами разворачивается сцена из жизни этих гигантов моря у берегов Восточного Сахалина. В отличие от подавляющего большинства усатых китов, серые киты не боятся прибрежной зоны моря. Наоборот, они стремятся к прибрежным мелководьям у Сахалина, потому что именно в этой зоне обитают тучные стада беспозвоночных и молодей рыб. Кит ложится на бок, взмучивает ил и песок вместе с обитающими в нем животными и отсаживает эту смесь через китовый ус. В итоге у него во рту остается все наиболее вкусное. При этом он всегда ложится на правый бок, поэтому именно правый бок у него не покрыт усоногими и ракообразными боляносами, в отличие от левого. Однако, не одни усатые киты живут в океане, но и зубатые. В частности, касатки. Касатки живут семьями. У них очень сложное поведение. И они считаются наиболее интеллектуальными животными среди всех китообразных. Сцена, которую мы видим в океанариуме, взята из жизни. Во время охоты у каждой касатки своя роль. Самки атакуют китиху. Одна пытается притопить ее сверху, вторая хватает сзади за хвост. А самец в это время подныривает снизу и атакует китенка. Для атаки касатке необходима подходящая глубина. Кипит настоящая схватка. Однако, китиха небеззащитна. Своим мощным хвостом она наносит сокрушительные удары. У китов одна задача прорваться как можно ближе к берегу. И когда глубина оказывается меньше 8 метров, этого мало для атаки снизу. Касатки разворачиваются и уходят в поисках более сговорчивого обеда. А серые киты, выйдя победителями из, казалось, безвыходной ситуации, продолжают свой путь по бескрайнему океану жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ